здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии журналисты лана михаэль и здравствуйте и литератор давид шехтер засти давид ну что трамп уехал визит его закончился но все тем не менее продолжают обсуждать это историческое как многие говорят события все обсуждают что трамп здесь сделал что трамп сказал а также самое главное наверное да просто наш такой еврейский вид спорта что он не сказал и что он не сделал виде в этом главную символику ну вот давайте вот с этой вот вилки и попробуем начать давид вот буквально телеграфно на твой взгляд что главное на твой взгляд трамп сделал сказал и чего он не сказал не получится но я одну как бы главную идею потом я мне еще несколько выводов из того что здесь сделал трамп главная идея визита то есть то что мы поняли из его визита из то что он говорил здесь в ареяде что он говорил в армале это что америка вернулась на ближний восток президент обама с ближнего востока из афганистана из ирака ушел это ввергла эти страны в хаос во всяком случае ближний восток он вернул хаос из-за него появился из из-за этого хаоса из-за вакуума появился и гил это поражение политики обама из-за него вот вся эта так называемая арабская весна жаспушевалась трамп сказал я вернулся америка вернулась он не только сказал он запустил 59 жакет то есть он сказал то есть мы увидели что этого словами есть и действия и это самый главный вывод который я делаю из того что он сказал за дни визита америка вернулась на ближнего сна хорошо и ладно вам чем запомнился самый яркий момент визита трампа только не говори о платье милане это женский почему же платье милане были замечательные учиться и учиться что называется ну про это вообще даже неловко вспоминать как-то косриловка в действии это называется нет мне бы показалось очень важным как раз его речь показалось бы в саудовской аравии она имеет к нам непосредственно отношения даже не к нам не только к нам ко всему тому что происходит на ближнем востоке а ведь если президент барак обама все время говорил о необходимости демократических свобод и собственно вот эта попытка насаждать демократические свободы в арабских государствах претерпела полную неудачу подожгла собственно говоря весь ближний восток сейчас трамп как я полагаю будучи разумным видимо очень политиком никоим словом не упомянул ни права женщин в саудовской аравии ни смертную казнь ни прочее ущемление так сказать свобод с точки зрения например американских демократов или обамы лично а пошел по линии установления дружеских сказать партнерских отношений с аудовской аравии и и более того прошу прощения перебью многие отмечали что он пошел вооружает по на огромное количество денег разумеется которую америка в свое время обвиняла в главном теракте в ее истории совершенно верно но вы понимаете мы уже знаем что каждый глава государства практически в каждом государстве поет свою песню и дональд трамп тоже поет свою песню видит ситуацию такой какой он ее видит а то что касается израиля я думаю что наиболее возможно неожиданным поворотом во всей ситуации стал тот факт что он на посетила обумазана и собственно говоря тем самым внес некую легитимацию в необходимости ли в статус обумазана как партнера по переговорам а это ведь та самая вещь от которой израиль все время уходил говоря что у нас нет партнера по переговорам теперь своим поведением и своим своими встречами трамп дал легитимацию тому факту что нам эти переговоры это наш партнер да вот давайте эту тему продолжим давид трамп в израиле везде выступая по сути дела никаких каких вот громогласных заявлений каких-то вот исторических как принято говорит не сделал но вот выискивая отдельные его фразы и то что он может быть не досказал или то на что намекают сегодня уже его помощники многие сформулировали и политологи и журналисты комментаторы сформулировали такую мысль что трамп по сути дела вот практически отталкиваясь от того что сказала элана дал понять израилю очень простую четкую вещь вы хотели и все время до сих пор говорили что мы хотим договариваться израиль с арабскими странами что вы хотите регионального урегулирования будет вам регионального доверия я практически договариваться со всеми арабскими странами договоритесь но для того чтобы этого достичь вы должны помириться с палестинцами то есть практически поставив израиль перед фактом что вы нет партнера есть партнер вот на блюдечке я вам подношу я увидел нечто совершенно иное то что ты сейчас мне уже сказал это был подход обамы обама считал что апарсина израильский конфликт это сердцевина всего что если его не разрешить то никакого регионального урегулирования быть не может у трампа на мой взгляд подход совершенно обратный он говорит иначе он говорит что сперва нужно сделать мир между израилем и с суннидскими странами согласен правильно а потом с палестинцами а потом с палестинцами но все равно с палестинцами должна быть приготовлена формула договоренности секундочку но это это совершенно иной подход или ты ставишь палестинцев во главу угла бегаешь без них дальше ничего не может быть или ты говоришь я сейчас вас вам закрою мир со всеми суннидскими странами а потом когда в этот мир закройте договорились с палестинцами потому что у палестинца в этой ситуации карты намного более слабые и добавится им придется с козырями которые почти что у них нет и более более того что есть очень важно это следствие того что я сказал в начале трамп пытается не просто договориться договориться потому чтобы из-за израиль замилился или абрамские страны замилились с израилем он пытается сделать коалицию коалицию суннидских стран и израиля на ближнем истоке и формируя эту коалицию он четко обозначил good guys the bad guys то есть плохих мальчиков их и и хороших хорошие мальчики это суннидские страны и израиль плохие это хизбалла это хамас это иран это асад то есть он совершенно четко сказал вот моя коалиция я ее сколочу а когда она будет сколочена и замерена между собой дальше уже понятно что вы будете миграция самое главное для меня это это кориция которая будет противостоять террору который идет из 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 ирана еще одна очень важная вещь которая следует из этого же до сих пор из-за того вакуума который оставила америка сюда на ближний восток вошла россия когда был вакуум то сюда вашего президента путин вошла в россии она свои войска поместила в сирии и казалось что именно россия тут решает все что будет с асадом какая у вас судьба будет у тиран из израиля или не будет какие какая будет судьба бежанцев и постанцев сегодня этого уже нет сегодня все решает америка про россию уже мало кто помнит и мы уже видим изменение политики израиля в этом вопросе и более того я предвижу что будет если не открытый конфликт кто конфронтация между америка из россии и очень серьезно потому что все те плохие мальчики которых назвал трамп это хизбалла хамас иран и асад это все друзья и союзники россии если ты будешь воевать с ними то ты не сможешь не конфликтовать с россией естественно будет защищать своих студентов поэтому вот эта вот позиция трампа приведет неизбежной конфронтации с россией пугающее заявление ну хорошо мы к нему еще вернемся такой вопрос к вам и ладно сразу вслед за тем как у нас побывал трамп многие обратили внимание и увидели особенно в израиле здесь какой-то лучик надежды по отношению к изменению официальной политики со стороны сша к нам имеется ввиду что посольство да не было перенесено но в официальном отчете госдепа о визите трампа фотографии его у стены плача подпись была иерусалим запятая израиль раньше госдеп никогда иерусалим с израилем не ассоциировал официально всегда считаю что это не израильская территория от некая спорная это первыми имеется восточный на плач находится восточном совершенно верно так ирус да но в данном случае была подпись иерусалим запятая израиль под этой фотографии вслед за этим буквально там через день парламент чехии признал израиль иерусалим столицей израиль после этого буквально еще через день выступил с очень теплой речью министр эстонии и так далее появилось сообщение о том что папа римский собирается вновь посетить иерусалим это эффект трампа или просто так совпало на ваш взгляд во-первых я хочу сказать что конечно свойства нашего народа вообще и различных комментаторов в частности искать всегда вот какие-то маленькие буковки и что это значит это была позиция госдеп официально иерусалим рожденные в иерусалиме граждане америки не признавали что они рождены в израиле окей я я понимаю я знаю о чем о чем вы говорите но я хочу сказать другое абсолютно я вовсе не считаю что тот факт что теперь пишется иерусалим израиль означает что на самом деле посольство сша туда переедет более того судя по словам тех же комментаторов не факт что израиль в этом очень заинтересован потому что это неминуемо придет приведет к обострению с нашими соседями палестинскими в первую очередь и не факт что нам это сегодня нужно да наверняка здесь есть эффект домино я так думаю потому что то что чехия совершенно внезапно друг в то время когда у них там очень много проблем когда конфликтуют премьер-министр с министром финансов президент сказал что если они не разберутся между собой то в сентябре видимо будут выборы у них масса своих проблем почему вдруг они занялись вопросом израиля и иерусалима это действительно достаточно любопытно хотя с другой стороны почему именно чехия и думаешь чехия является явным адептом сша скажем так то но факт есть факт министр иностранных дел эстонии но до подхватил возможно эту волну папа римский вполне возможно и так собирался в иерусалим мы точно не знаем и ведь все сегодня гадаем собственно говоря что у меня сложилось впечатление что на самом деле никто ни один самый знаменитый комментатор точно не знает каковы планы трампа относительно ближнего востока единственное что мне бы казалось но наблюдая его биографию и его скажем поведенческие навыки что человек у которого терпение в какой-то момент заканчивается и я полагаю что при всем в добром отношении к нам в том числе если мы в какой-то момент после того как он скажет я сделал для вас раз два три 4 5 теперь извольте пойти и вы на компромисс и мы скажем ах нет мы не можем мы там это и избиратели определенной партии не поддержат и так далее так далее думаю что терпение его может лопнуть тоже и тогда мы узнаем совсем другого трампа ну пока что мы к этому еще не пришли я просто хочу сказать что мы должны быть готовы к тому что не все будет сахаром собственно говоря в этом и будет последний вопрос к давиду последнее время когда пребывал на посту президента сша обама израиль часто говорил ему нет в ответ на какие-то его инициативы дело доходило до прямой неприязни между который отмечала пресса во всяком случае между натаньягу и обамы а вот действительно сейчас трамп мы наш друг мы всячески это подчеркиваем более теплых слов чем сказал его адрес натаньягу по вам трудно было придумать когда они выступали в музее на встрече в совместной встрече а вот действительно если когда америка придумает формулу по которой мы должны будем идти по пути мира называйте как хотите мирных соглашений в том числе и с палестинцами не только с арабскими странами а формула это почему-то нас не устроит а рискну предположить что так оно и будет а мы сможем тогда сказать нет нашему другу трамп ну во первых во первых никто не знает что будет будет ли то что ты говоришь что он предложит такой компромисс который мы не согласимся я не знаю мне неизвестно по этому поводу гадать а если бы так бы я не очень хочу второе я не всем согласен сегодня стало чуть больше понятно что хочет рампа до его видит на ближний восток было да бог был полный туман сейчас жуде бы какие-то силуэты начали вырисовываться эти силуэт они вовсе не такие грозные как это могло бы нам казаться и и у третьих ну господа положитесь на на тренинг он очень ловкий и опытный политик если он сумел лавировать с обамой то он сумеет лавировать и с трампом который намного более лейеринг нами будет на смесь с большей приязнью а потом смотрите здесь очень очень простой очень четкий аргумент на любые соглашения с обумазанным уже сегодня хамас заявляет категорически что все что обумазан подпишись израилем для них неприемлемо это повод сказать мы с обумазанным ни о чем договариваться не можем поскольку от нас потребуют территориальных уступок обумазан человек не вечный он завтра уйдет в лучший мир будут выборы в автономии на них выигрывает хамас и что и хамас этот все рвет и говорит территории мы получили большое вам спасибо а мы ничего не признаем мы не хотим давайте подождем пока обумазан уйдет пока установится твердое общее для всей автономии власть и тогда вот с теми кто будет мы подпишем договор даже если это будет хамас я предлагаю я предлагаю один из аргументов я понял который может биби использовать сказать что да прекрасный договор но мы не можем так за поскольку тогда ты подтверждаешь то что я сказала в каком-то смысле потому что получится что мы не 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 настолько заинтересованы в мирном договоре как возможно ожидают в вашингтоне мы заинтересованы в прочном мирном договоре поскольку мы знаем что мирный договор будет зависеть будет мы в этом договоре будем обязаны пойти на территориальные уступки очень серьезные и мы на них можем пойти только в том случае если мы будем уверены что вторая сторона имеет твердую власть которая договор будет соблюдать а какого какого толку мы под кого-то то выйдет то что мы подпишем договор с обумазанным ах массово хорошо да ведь действительно не будем забегать вперед посмотрим какую формулу предложат американцы и насколько она будет нас ущемлять или наоборот радовать спасибо за этот разговор напомню что со мной студии были журналисты лана михаэля и литератор давид шефтер всего доброго